хочу показать небольшое видео и отчитаться о поездке на байкал поездка была осуществлена в рамках пленэра организованного галереи диаз из города иркутск вот нас приняли в иркутске отвезли в поселок хужир это остров ольхон который находится прямо на байкале то есть это большой самый большой остров байкала и какое-то время мы там жили находясь в этом поселке хужир пешком доходя до знаменитой всемирно известной горы шаманка который находится на берегу озера в этой горе существует сквозная пещера и с ней связана масса легенд поселок хужир представляет из себя довольно небольшой небольшое поселение в котором очень много деревянных домиков в основном это 2 3 этажные частные дома есть там отели есть целые комплексы для туристов вот но в основном меня там поразили своей шириной улицы тут я даже немножко сузел расстояние между домами потому что улица еще шире и скомпоновать ее в какую-то композицию мне казалось очень сложно вот сама гора шаманка находится на узком мысе который постепенно обвалился видимо может быть даже в доисторические времена и здесь вот особь она образовала тонкую косу по которой можно дойти прямо до территории этой священной горы на территории прилегающей к шаманке запрещено строительство люди там ходят только пешком туристы машина там не ездят сейчас соседний пляж с горой тоже раньше был доступен для автомобилистов теперь он закрыт там только пешеходы ходят сама бухта шаманки расположена в виде мыса и заканчивается окраиной поселка вот то есть идея прямо по улице поэта пушкина мы выходим на пустырек небольшой и с этого пустыря с большого спускаемся вниз к воде вот слева от бухты находится еще гора она называется как-то там название точно не помню еще у нее название богатырь кажется с другой стороны на эту же гору вид получается что силуэт горы дает голову некого витязя которого можно там придумать шлем у него есть нос глаза рот то есть очень хорошо читаемый силуэт такой это тоже шаманка но с другой стороны вот пологий спуск вниз обычные туристы все топчутся наверху на закате делают селфи всевозможные фотографии вода байкальская она действительно очень прозрачные очень чистая вот и очень холодная то есть поскольку это был июль мы там до 10 нет до числа девятнадцатого июня находились на альхоне купаться рискнули там ну два человека всего из наших знакомых я не рискнул кое-где под обрывом берега еще лежал и куски льда которые не растаяли до середины июня вот вот тот же самый вид который мы видели вот на этой картинке только при другом состоянии погоды и немножко ближе к зрителям очень корявые деревья в основном это лиственницы и сосны ну больше лиственниц вообще преобладает в лесу так опять гора шаманка это на за на восходе потому что закат у нас он уходит солнце садится слева от горы опять это же бухта но уже вечернее состояние то есть солнце ушло мы видим саму гору контражер вот и за счет сложной конфигурации бухты волны внутри бухты они отражаясь от берегов образуют сложный такой геометрический рисунок вокруг камни образуются кольцевые волны от длинной стороны были вырублены такой пологой волны идут почти линейные от плоскости озера волны идут очень мягкими такими дугами ну и в центре они где-то пересекаются образуют такую сетку в общем достаточно интересно вечерний идет вышла очень такой дождливая погода там в основном погоды нам очень повезло погода была солнечная есть даже мнение о том что название острова ольхон обозначает сухой вот о том что там не бывает дождей очень мало осадков выпадает рассказывают что корову там пасутся круглый год вообще коровы броют по склонам повсеместно овцы коровы никто не мешает пару раз мы видели лесу я видел там белок еще в основном мелких животных типа сусликов там попадается много и очень интересные водоплавающие птицы так это справа от горы шаманки находится песчаный пляж его называют сарайский пляж считается что там находились стоянки для тех кто приходили совершить мистические ритуальные обряды на самой шаманки вот пляж сейчас является частью заповедника прибайкальского и туда только пеший вход поэтому там очень чисто очень хорошо замечательное место и его очень любят китайские туристы это вдалеке ну примерно вот если по береговой линии смотреть то где-то вот за вот этим мысом находится еще один пляж на котором дюны прямо прибалтийские и там чередование сосен таких приземистых с лиственницами которые при обламывании в основании дают сразу множественные побеги и получается в виде таких вот похоже они немножко на вилы такие торчащие вверх не знаю там на арфу может струны арфа вот очень много изогнутых деревьев они такие вот интересные по фактуре песок практически белый слегка желтоватый очень красивого цвета травка пробивается реденькая кое-где вот под соснами всегда много нападанных черных шишек которые образуют такой вот рисунок что видно вот здесь на этом этюде шишки падают внизу не закапываясь в песок остаются на поверхности сосновый лес образует очень интересный ритмический чистокол при этом падающие тени они дают горизонтали то есть вот здесь не кажется немножко удалось получить нужные вот сочетание горизонтали вертикали чтобы создалось ощущение такого глубокого соснового леса так это на том же пляже но в другую сторону то есть собственно вот тут находится вершина горы за которой находится гора шаманка вот то есть можно пройти сюда пешком забраться на горку спуститься уже к шаманке опять слева мы видим листницы справа сосны там паслись замечательные байкальские коровы ну вот которую меня не попали в кадр был еще несколько таких мотивов которые превратились вот такие вот лаконичные три тополя это три сосны растущие на кромке берега с той стороны мы видим с той стороны воды берег байкала то есть байкал с этой стороны называется малым морем сам остров халькон протянулся с севера на юг он небольшой ширины примерно там километров 10-15 а в длину около 30 и между берегом байкала и островом здесь километров тоже там 15 наверное а в другую сторону уже большое расстояние там настоящее море вот получилось что береговая линия сохранилась на ней некоторое количество деревьев и здесь в этом мотиве меня порадовало соотношение теплой хвои освещенный солнцем и удаленных берегов с осыпью там сложные сопки которые образуют такие ритмические треугольные осыпи которые очень характерны для восточного берега для западного берега байкала этот пейзаж сделан немножко вдалеке вот поселка то есть нас возили туда на машине но в принципе это находится где-то вот примерно вот тут этом месте если смотреть с горы около шаманки подходя к берегу вода становится чуть-чуть теплый потому что мы видим небольшое количество водорослей которые буквально на несколько метров от берега отходят то есть в основном мы видим либо чистую воду с песчаным дном либо где-то это каменная галька мелкая и цвет воды он бывает различные немножко сизый но скорее он такой вот холодный он очень сильно отличается от цвета ну например средиземноморского моря или черного моря черный море но более зеленое средиземноморское но такой более бирюзовая для байкала характерны какие-то свои оттенки это лиственница тоже вот видно толстый ствол недалеко от ствола от стоящие ветки которые прогибаются когда становятся длинными и видимо за счет суровости климата ну они не вырастают очень далеко поэтому дерево очень компактно по ширине вдалеке мы видим камень и мистические столбы которые называются оба вот это коновесь небесная которую обвязывают всевозможными жертвенными шарфами тканями лоскутками цветными и они получаются такими нарядными и карнавальными немножко это у нас такой вот драматичный немножко вечерний сюжет тут солнце уже уходит в сторону и поэтому небольшие разрывы в облаках дают просветы байкальские коровы броют по склону дальше мы видим небольшой причал баржу полузатопленную и там паркуются обычно туристические корабли больших количествах чуть-чуть посветлее сделаю попробуем так может быть более похоже там помимо берега мы отправлялись в лес там замечательные такие луга окруженная лиственничным лесом ручей текущий это хужирский ручей он течет с сопок вниз и часть его русла она заполнена льдом до середины июня вот и ну чистая вода в общем питьевая вода которую можно пить ну судя по всему это талая вода тех снегов которые за зиму все-таки собираются в складках местности в верховьях альхона на вершинах альхона вот этот же ручей здесь мы видим еще лед не растаявший из под него течет водичка очень интересное окончание лиственниц у них характерно то что они очень сильно расширяются в основании ствол идет узенький потом он делает такой наплыв и тут даже мы видим что сложные корни они так вот ушли куда-то в бок вот редкие валуны очень красивые засыпанные хвои цвет и к сожалению у меня тут не попало но вот этот подлесок он заполнен цветущим багульником как местные его называют на самом деле это даурский рододендрон и рододендрон ударение не знаю как ставить так же побережье здесь я наоборот потемнее еще сделаю побережье байкала это песчаная коса вот поселок хужир у нас раскинулся там небольшая церковь вот слева находится школа ее тут не видно но школа она фантастическая по форме деревянные сооружения большого размера самые масштабные наверное сооружения во всем поселке вот а здесь крутой берег обрывается и на берегу стоит большой такой отель называется по-моему то ли ольхонский острог то ли хужирский острог кое-где в горах на западном берегу байкала еще сохраняется снег и эти снежники видны вот этот же самый причал с полузатопленной баржей баржа находится на той стороне вот катера какие-то прогулочные катера подходят с туристами иногда вот и характерный вот этот как я говорил с геометрическими конусами осыпей западный берег байкала на этой картинке немножко территория правее чем ольхо чем хужир и здесь вот очень интересное я заметил на байкале диагональное движение волн эти волны идут под острым углом к берегу и постепенно образуют вот такие вот вымыены мелкая галька галечный пляж галька не обкатанная она острая вот и осыпанный склон грунтовый очень много сланцев склонцы со слюдой они искрятся на солнце очень красиво вот это у нас ручей в поселке хранцы он течет тоже с гор такой небольшой речушкой очень извилистый и прямо мультипликационный получается сюжет то есть я такого ритмичного зигзага у ручья не видел никогда здесь мы видим небольшую группу лиственниц сосна отдельно стоящая опять лиственницы и вдали деревень очень чистая вода и что очень интересно песок который вытекает из этого ручья он на отмеле на верхнем слое всегда имеет бордовый оттенок за счет мелкого гранатового песка который вымывается из тех сланцев которые видимо образуют породы из которых сложен берег так вот такой вот берег здесь у нас яркого солнца нет но он очень круто обрывается вниз под берегом есть небольшой пляж коровы то приходят то уходят в общем для них здесь на самом деле рай коровий вот опять мы видим слева западный берег Байкала Дальний край теряется в дымке его практически не видно вот высота вот этого холма она достаточно значительная то есть ну человеческий рост наверное здесь вот вот такой вот и это большие камни то есть в целом очень величественные впечатляющие мотивы вот я надеюсь что мне удалось хотя бы немножко отразить те впечатления которые я получил от этой поездки вот еще раз спасибо организаторам все было устроено очень хорошо жили мы на турбазе воскресенье вот художники которые составляли коллектив нашей группы все прекрасные все очень хорошие товарищи в общем мне очень понравилось всем рекомендую тоже посетить Байкал это замечательно всего доброго всего